МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Омск здесь. О сложном мы расскажем просто, о важном без лишних слов. В ближайшие полчаса о главных событиях минувшей недели, о том, на что действительно стоит обратить внимание. Меня зовут Павел Ремнев. Здравствуйте. Иисус Христос не суперзвезда. За что запретили легендарную рок-оперу в Омске? И как актеры поймали чиновников на вранье? Такси вызывают агрессию. Почему в Омске на водителей нападают пассажиры? Остановка счетчика по требованию. А мечи переплачивают миллиарды за соседей, которые пользуются магнитами. ВУЗы привлекают иностранный капитал, как зарубежные студенты помогают экономике Омской области. Ваш любимый творог может оказаться совсем не тем, чем кажется, как распознать пальмовое масло в молочных продуктах. В пятницу в Омске начался один из самых громких судебных процессов в этом году. Дольщики микрорайона Ясная Поляна наконец дождались, когда на скамье подсудимых окажется тот, кто, как считают следователи, обманул более 300 человек. В уголовном деле депутата законодательного собрания Омской области Хабулду Шушубаева 325 томов. По версии следствия, ущерб пострадавшим превысил 100 миллионов рублей. Предполагается, что Шушубаев растратил часть денег дольщиков на покупку дорогих машин, а часть перевел на счета подконтрольных ему организаций. Прокуратура утвердила обвинения по трем статьям. Незаконное получение кредита, растрата чужого имущества и мошенничество. Поводом для проведения предварительных слушаний явилось ходатайство адвоката Хабарова с требованием о возвращении уголовного дела прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения, которые не позволяют рассмотреть дело по существу. Вместе с тем, многие эти доводы в судебном заседании были опровергнуты. Между тем, дольщики Ясной Поляны планируют новые пикеты и митинги. По-прежнему не сданы два многоквартирных дома. Фирма «Рокос», которая занималась застройкой микрорайона с 2010 года, находится в состоянии финансового оздоровления. Но уже со следующего месяца она может перейти в другую стадию – банкротства. 1 ноября в арбитражном суде состоится очередное заседание и, возможно, будет назначен конкурсный управляющий. Еще одно громкое уголовное дело передали в суд в эту среду. Бывшего директора управления заказчика по строительству объектов Омского гидроузла Павла Сафронова обвиняют в нецелевом расходовании 100 миллионов рублей с бюджетом. По данным Следственного комитета, эти деньги в 2011 и 2012 годах еще при прошлом губернаторе Сафронов перевел на счета НПО «Мостовик», якобы заплатил за работу. Но, как выяснилось позже, проектом они предусмотрены не были. Павел Сафронов полностью признал свою вину и просит рассмотреть дело в особом судебном порядке. Максимальное наказание для бывшего чиновника – пять лет лишения свободы. Но главное событие этой недели, благодаря которому Омск появился в федеральных и даже мировых новостях отмена рок-оперой «Иисус Христос – суперзвезда». По мнению актеров Петербургского театра, Омск был исключен из их гастрольного графика по решению местных властей. Из-за протестов православных активистов. Чиновники настаивают – это решение труппы. А омичи, которые уже купили билеты, сами решили устроить просмотр легендарной постановки. А как сделать повыше? Надо, чтобы зрители отсюда все видели. Вместо театра – бар, вместо оперы – фильм. После того, как спектакль отменили, Елена Пронина и Анастасия Никитенко решили собрать тех, кто так ждал постановку. 1 ноября, в тот день, когда ее должен был показывать Омский музыкальный театр. Я ехала на работу и слышу по радио. Отменили. А я очень люблю эту оперу. Это, наверное, было первое мое знакомство. Вообще с рок-культурой, с рок-оперы мне папа поставил. И вот я как тогда влюбилась, так моя любовь продолжается. Спектакль отменили после протеста православных активистов. Претензий к рок-опере у них оказалось много. Среди них богохульство, угроза духовным ценностям и даже национальной безопасности. Причем те, кто пожаловались, постановку даже не видели. Для того, чтобы почувствовать зловоние, вовсе не обязательно опускаться в яму с нечистотами. Достаточно признаков. Вы подошли и почувствовали. Вот такими признаками мы считаем само название этой рок-оперы, потому что это несовместимое совершенно сопоставление. Не может быть спаситель рок-звездой. Когда происходит богохульство, когда происходит кощунство, то растабуируются очень опасные вещи, которые грозят нации потери духовных смыслов и гибелью. Между тем, в советское время спектакль был запрещен как раз из-за пропаганды религии. В Петербургском театре рок-опера его впервые поставили только в 1990-м. С тех пор труппа исколесила всю Россию. Почти всегда аншлаги. И отмена встречи со зрителями в Омске впервые в истории театра. По официальной версии регионального Минкульта прокатчик сам отказался от показа. Якобы продали мало билетов. А директор музыкального театра пошел дальше. Заявил, что и в репертуаре такого названия никогда не было. Мы ничего не отменяли, потому что все это сплетни. В репертуаре театра такого названия нет. А как они тогда у вас собирались проводить? Они арендовать хотели, что ли? Это вы меня спрашиваете, я понятия не имею. Это вы не спросите, кто собирался это делать. Актеры и администрации Петербургского театра говорят, это неправда. Он остановил продажу, позвонил ночью нашему партнеру, сказал, снимай всю рекламу, убирай. Потому что пришли какие-то тетки, дядьки с бумажками, им размачивали. Надо это все убрать. Инициатива об отмене спектакля «Иисус Христос, суперзвезда» в Омске якобы происходит от нас. Так это полная дезинформация. Не знаю, это либо чья-то неудачная злая шутка, либо какой-то испорченный телефон. Мы всегда готовы и рады работать в этот прекрасный спектакль. В споре религии и искусства чиновники не первый раз встают на сторону активистов, которые часто даже к цирке никакого отношения не имеют. До этого Департамент культуры Омска запретил к показу спектакль-хоровод. А в Новосибирске сняли с репертуара знаменитый тангейзер. Потому что они жалуются и просто никто не хочет связываться лишний раз с проверками. Поэтому это такая самоцензура получается, скорее, а не цензура. То есть театру уже никто не должен ничего запрещать. Театр сам не захочет вот такого длительного скандала и длительного противостояния. Официально церковь ничего не запрещает. Наоборот, иерархии уверяют, действия таких активистов подрывают авторитет РПЦ. А благодаря шумихе о существовании рок-оперы многие узнали лишь после отмены спектакля. Елена и Анастасия пригласили на показ доктора философии и культурологии, чтобы рассказать о том, как английский автор интерпретировал библейский сюжет. И уверена, зал будет полным. Светлана Елонарова, Константин Демиденко, Омск. Здесь. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова H.E.I.P. Город звучит. Хорошо там, где есть Радио Дача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Омские таксисты все чаще становятся жертвами нападений. Во вторник один из них едва сбежал от пьяных пассажиров. В тот же день таксист, который не поделил дорогу с другими водителями, открыл по ним огонь из травматического пистолета. Таких сообщений к концу недели обычно набирается не меньше десятка. По данным портала Суперджо, россияне считают частный извоз такой же опасной профессией, как и служба в полиции. Хватает претензий у пассажиров. Дело в том, что в Омске в последнее время появилось много таксистов-непрофессионалов. Это люди, которых уволили с работы или те, кому понадобилась подработка. Дмитрий Ковалев продолжит. Кидали, садились такие пьяные, оборванные, грязные в салон. То есть это вот у меня с московской ассоциацией. За семь лет работы в такси Дмитрий Ярцев разделил город на криминальные и безопасные районы. Туда, где на него уже нападали или угрожали, старается не ездить. Чаще всего, рассказывают Дмитрий, клиенты попросту сбегают, не оплатив поездку или провоцируют драку. Типичная история. Летом повез семью за город. Пункт назначения был определен. Но в пути глава семейства просил проехать все дальше и дальше. Через несколько километров Дмитрий остановился, чтобы взять предоплату. Цена вопроса где-то 50, может быть 100 рублей. На что семейная пара уже там, выпивав у меня в машине, они пиво-пили. Ну, по-другому начали себя вести, отдай деньги наши, мы тут выходим и так далее. И нападают. Он бьет меня с пассажирского сиденья, с переднего. Это благо себя остановился. Таксист – одна из самых популярных вакансий в Омске. Можно устроиться на полный рабочий день или подрабатывать, если зарплаты не хватает. Дмитрия, как и сотни его коллег, сесть за руль заставил экономический кризис. Водителями становятся квалифицированные инженеры, педагоги и даже бизнесмены. Единственная защита, которую может предоставить токсомоторная компания – тревожная кнопка. Но этого недостаточно. Ты уже едешь в конец точки, а уже чувствуешь, что что-то будет происходить. То есть в этом имеет смысл что-то сообщить. Что я не делал никогда? А когда экшен происходит и вызывать кого-то, она будет перезванивать, уточнять. Или там взяла, или они там где-то ты находишься. Пока они приедут, очень много произойдет. И ты только энергию свою отратишь на это. Здесь надо своему действовать. В машинах такси обычно нет перцового баллончика, травматического пистолета или бейсбольные биты. Водители поддерживают связь друг с другом. На призыв о помощи приезжают десятки машин. Конечно, готовы. Почему бы нет? Своим женатам помогать. Отзывался, конечно. Но я-то сам в Тюмени. Я не здесь. Ну и в Тюмени такая же практика есть, да? Ну, бывает, как бы, ну, есть кнопки экстренного вызова, телефоны на всякий случай. И, как бы, и так полиция помогает. Мы полиция помогаем. Ну, бывало такое. Ну, как бы на меня еще ни разу не нападали, как бы, Ту-ту-ту, конечно. Ну, как бы, ну, приезжали, помогали, как бы, нашим. Не раз, как бы. Бывали такие случаи. Впрочем, пассажиры тоже часто жалуются на таксистов. Громкая музыка, грубость и табачный дым в салоне – самые распространенные претензии. Агрессивная манера езды и частые нарушения правил дорожного движения. Клиентов, которые не согласны с размером платы за проезд, мажут зеленкой и выбрасывают из машины. Таксисты это называют «тариф-аватар». Стой! 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 Подержал, подержал! Впрочем, пассажиры все равно защищены больше, чем водители. При заказе по телефону известна марка, модель машины, а также госномер. А специальные приложения для вызова такси и вовсе раскроют всю информацию о водителе. В них полное имя, фотография и даже номер личного телефона. Дмитрий Ковалев и Максим Мартынов. Омск здесь. Технический прогресс действительно делает перевозки более прозрачными. Но он может работать и во вред. За последние несколько месяцев по решению суда было закрыто 76 ресурсов по продаже магнитов. Не обычных, а неодимовых. Их не вешают на холодильник, а используют для того, чтобы остановить счетчики газа, воды, электричества. Екатерина Хлемязева проверила, легко ли купить такой магнит и почему продавцы не боятся полиции. Здесь целый магазин. В ассортименте только один вид товара – магниты с большой силой притяжения. Так указано в интернет-объявлении. Внизу – пояснение. Если вы вдруг решите приостановить свои счетчики с помощью магнита, владельцы магазина за это не в ответе. Под видом покупателей идем в магазин. Называем марку счетчика. Продавец без лишних вопросов объявляет цену. Я читал, что как-то не на всех там действует. Ну, не на всех. Ну, вот вы сказали, которые на него действуют. А газовые? Он дорогой. Пять тысяч не стоит. А он на двух расставлен? Не знаю, на трамву. Посмотрит, может быть. Магниты – не дешевые, но, как уверяют продавцы, быстро окупаются. За счет всех остальных жильцов дома. Алексей Демкин подозревает, в его доме кто-то с лета ворует электроэнергию. Иначе объяснить, почему платежи за общедомовые нужды разом подскочили с 40 рублей до 100, ни он, ни соседи не могут. Ощутимо, когда ты за квартиру за свет платишь всего 300 рублей, и ОДН еще 100. Если посчитать, ну, каждой квартиры по 100 рублей, то это уже слишком получается. Скорее всего, это значит, что в доме Алексея таких магнитов ни один и ни два. И платят добросовестные жильцы за десяток остановленных счетчиков. Поставщики ресурсов с этим практически не борются. Ведь в деньгах они не теряют. Исключение – Омская энергосбытовая компания. Специальные пломбы изменят окрас, если поднести к ним магнит. А если попытаться сорвать, останется надпись «Вскрыто». Выдают нарушителя царапины и сколы на счетчике. А если факт кражи установлен, траты многократно превзойдут возможную экономию. Счетчик выходит из строя. Стоимость замены одного прибора учета, стоимость самого прибора учета – порядка 700 рублей. Стоимость замены – еще какие-то определенные деньги, которые подразумевают использование максимальной мощности, которая, в принципе, может быть потреблена электроустановкой. За воровство, энергии, воды или газа предусмотрена и уголовная ответственность – до двух лет колонии. Но за решетку преступников отправляют редко, обычно ограничиваются штрафом. Между тем, эксперты говорят, ситуация с кражей ресурсов по всей стране очень серьезная. Она может измениться с 1 января следующего года. Тогда к борьбе с неплательщиками подключаться управляющие компании. Будут установлены нормативы, и по этим нормативам все будут рассчитываться, в том числе по общедомовым расходам. И управляющая компания окажется в очень тяжелом положении. То есть все эти расходы лягут чисто на управляющую компанию. По самым приблизительным подсчетам, с начала года в Омске было украдено только электроэнергии на 20 миллионов рублей. В реальности потери добросовестных плательщиков, скорее всего, как минимум, на порядок больше. Екатерина Хлемязева, Дмитрий Головко, Евгений Русенко. Омск здесь. Мы продолжим через минуту. Оставайтесь на телеканале «Продвижение». HPIP. Город звучит. Хорошо там, где есть «Радио Дача». 101.0 FM в Омске. Радио «Сибирь». 103.9 FM в Омске. Специалисты объяснили, почему мечи зачастую недовольны Омском. Оказывается, это не город плохой, а люди слишком образованные. Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения в пресс-центре МКР «Медиа» заявили, чем выше уровень образования людей, тем ниже у них мнение о своем городе. В Омске дипломы о высшем образовании имеют две трети жителей, а в двух десятках вузов учатся почти 80 тысяч студентов, 15 тысяч из них иностранцы. Пару лет назад в Омске стоимость обучения была почти в три раза ниже, чем в ближнем зарубежье. Теперь образовательные услуги резко подорожали, а иностранных студентов стало еще больше. Почему, расскажет Юлия Боброва. Распишемся, да, это тоже будет. На русском языке первокурсник Кристиан Муквэт Узомба заговорил всего полгода назад, но уже почти выбился в отличники. Получить российское образование уроженец Конга мечтал еще в детстве. Бросил университет в Африке, чтобы учиться на менеджера по персоналу в Омске. Приехать сюда ему посоветовали земляки. Говорят, с дипломом местного вуза можно работать даже в Европе. Они мне рассказали, что если хочешь быстро изучать русский, тебе нужно приезжать в Омск. Омск – это самый спокойный город. Здесь экономически в Омске это нормально, чем другие города. По данным Министерства образования, иностранцы составляют почти пятую часть всех омских студентов. Около 15 тысяч человек. В основном едут из Казахстана. Близко. Но не это главное, говорит уроженец Астаны Антон Панов. Даже преподаватели говорили, что образование в России лучшее, чем в Казахстане. Это была первая причина. Вторая – это стоимость. Потому что в 2-3 раза дешевле учиться в Омске. И это при том, что за последние несколько лет стоимость учебы в омских вузах выросла вдвое в рублях. Но для иностранцев, которые рассчитываются валютой, из-за падения курса российское образование стало более выгодным, чем раньше. В Сибири дешевле всего учиться в алтайских и кузбасских университетах. А вот в Новосибирске и Томске образование подорожало в полтора-два раза. В Омске в 2014 году средняя стоимость обучения была чуть больше 30 тысяч рублей. Одна из самых низких в Сибири. Зато потом каждый год повышалась на 7 тысяч рублей, пока цены не догнали новосибирские. При этом в рейтингах, по которым судят о качестве образования, омские вузы в целом остались на тех же местах, что и два года назад. Однако узкоспециализированные институты дают гарантию трудоустройства. Например, ледное, танковое училище или институт водного транспорта. Курсант Иван Гринько моряком мечтал стать с детства. Даже первокурсники идут после первого курса, идут навигацию. Вот у нас проходят каждый день практически курсы моторейства, то есть дополнительное образование. А заработать-то можно? Разумеется. После третьего курса идет переквалификация, и можно из речника переквалифицироваться в моряка. И, разумеется, на море и контракт длится дольше, то есть сама практика, и заработная плата, разумеется, тоже больше. За этим штурвалом чувствуешь себя настоящим капитаном сухогруза, водоизмещением в 5 тысяч тонн. И хотя это всего лишь тренажер, здесь все как в реальной жизни. Можно даже сесть на мель, как вот, например, я сейчас это сделала. Практики много, говорят курсанты, поэтому взять в руки реальный штурвал можно уже через год после начала обучения. И это еще одна причина, почему к нам едут учиться из-за рубежа. В региональном министерстве образования уверены, кризис пошел на пользу. Иностранцы тратят средства на обучение, на аренду жилья, на продукты и развлечения. Другими словами, каждый из 15 тысяч этих студентов выливает деньги в экономику Омской области. Юлия Боброва, Анатолий Серов. Омск здесь. Омские производители молочной продукции обманывали своих покупателей. Скрывали пальмовое масло в своих товарах. Россельхознадзор с начала года выявил 19 продуктов, в которых было превышено содержание растительных жиров. А в составе были указаны другие натуральные компоненты. Получается, верить тому, что написано на этикетке, нельзя. Алена Бензик узнала, как в домашних условиях проверить, есть ли в продукте пальмовое масло. Проверить, есть ли в продуктах пальмовое масло, в домашних условиях непросто. Поэтому на помощь я себе взяла необычного эксперта. У профессора Грузуна не очень хорошее зрение, зато обоняние в несколько раз лучше человеческого. А главное, лабораторный сотрудник наш не будет предвзят к бренду, а значит, без труда сможет определить, натуральный ли это сыр. Но если с сыром такой псевдоопыт можно провернуть, то как быть с другими продуктами, в которые часто добавляют растительные жиры, такими как сливочное масло, мороженое, творог, йогурт, сгущенное молоко и даже печенье. Здесь указан наш состав на продукте. Ну да, это очень удобно. Посмотрю на дату реализации. А там есть или нету? Оно везде есть. А никак не определишь. Вкусно и вкусно. Вот вы как определите? Вот вы тоже не определите, правильно? Вот определите как. Сначала смотрим на этикетку. В описании должно быть, по какому госту изготовлен продукт и какого качества сырье. А вот уменьшительно ласкательное название – сметанка, сырок, сгущеночка – намекают, что перед вами ненатуральный продукт. Длительный срок хранения и цена ниже рыночной – тоже тревожный сигнал. Но даже если с виду все в порядке, успокаиваться рано. Вот российский сыр, судя по упаковке полностью из натуральных продуктов, от которого мышь воротила нос, вызвал сомнения и у эксперта. Технолог Марина Калинина говорит, сыр, в котором есть пальмовое масло, липнет к ножу. Мы разрежем тонкий пластик сыра. А клейкости и такой резиности, если можно судить по разрезу, да? То есть вот мы гнем его. Вот вы видите, далеко не 90 градусов. Так может вести себя пластилин, но не сыр. Он должен, да, все-таки быть не настолько пластичным. Он должен все-таки где-то надламываться. Ну, то есть не настолько, да. Потому что даже когда мы сыр получаем, да, у нас сырное зерно, ну вот хрупкое, да, уже можно снеговиков лепить. Да, 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 я тоже подумала, что можно что-нибудь даже слепить. Да, вот-вот пластилин. Практически как пластилин, да. Пачку сливочного масла достаточно просто открыть, чтобы понять, в составе есть пальмовое масло. На упаковке оставаться масло не должно. А у нас уже остается. Вот сейчас я вижу, да, но мы температуру его не знаем, ну, вы же сказали, да. Мы из морозилки привезли к вам. Ну, в общем-то, я ощущаю, да, что оно холодное, то есть оно из холодильника, да. То есть вот при температуре от минус 5 до плюс 4 на упаковке масло без растительных жиров не остается. Вот. А растительные жиры, они более мягкие, более пластичные, как я уже говорила, да, они прилипать будут к упаковке. Что и в данный момент происходит. Да, мы видим это, да. Температура плавления пальмового масла выше натурального сливочного. Такой продукт не растворяется даже в кипятке. Не растворяется все-таки оно настолько быстро, да. Должен быстрее по-хорошему, да. Да, и прозрачные капли, они все-таки мутные, да, должно быстрее, да. Хотя у нас достаточно горячая вода. Наверное, все-таки только закипел чайник. Ну вот, ну, долго, да, надо ждать все-таки. И все же единственный гарантированный способ – лабораторные исследования. Специалисты Россельхознадзора с начала года изучили уже 120 образцов омской молочной продукции. 19 проб забраковано. Теперь недобросовестных производителей ждут многочисленные проверки. Эта процедура называется усиленный лабораторный контроль. Вот, то есть, если мы где-то в любом месте что-то выявили, мы привлекаем их к ответственности. Раз. Второе – эта партия снимается с контроля. Третье – естественно, значит, они вырабатывают комплекс мер по недопущению впредь подобного. И четвертое – в течение трех месяцев на предприятии отбираются пробы данного вида пищевой продукции и исключительно на те вот проблемные показатели, которые высветились. Но сама забракованная партия остается в магазинах. Всю ее не изымают, какой бы большой она ни была. Да и гарантий, что за три месяца предприятие исправится – тоже никаких. Ведь растительные жиры намного дешевле натуральных. Алена Бензик, Александр Рябуха, Сергей Степанишин. Омск.Здесь. Кстати, в так называемый реестр честных производителей, которых никогда не ловили на фальсификате, включено всего два омских предприятия по переработке молочной продукции из 80. Мы рассказали о том, что сами считаем важным и интересным. Только хороших вам новостей. До встречи на телеканале «Продвижение».